Чувствуете, когда машина новая? Пахнет нарезной. Белоснежное, как цветущее весеннее дерево. Новая машина «Лада Гранта» появилась в семье Хрусталёвых неожиданно. Александр – победитель первого дня викторины «Русская весна». Рассказывает, стал участником викторины вблизи своего избирательного участка случайно. Предложили принять участие волонтёры. Александр заполнил бланк, на все вопросы ответил верно. А вечером ему в прямом эфире викторины с телеканала СТВ поступил звонок. Вы вообще понимаете, что происходит сейчас? Вы знаете, что вы претендент на обладание автомобилем «Лада Гранта». Вы в курсе этого? В прямом эфире Александр правильно ответил еще на один дополнительный вопрос о Севастополе и стал обладателем автомобиля. Своих эмоций не скрывает. Приобретению рад. Ключи и документы на новое авто Александр Хрусталёв получил сразу на следующий день после первого дня викторины в штабе общественной поддержки Севастополя на улице Ленина, 39. Из рук в руки ему все это передал представитель организатора. Неожиданно, да. Я до сих пор не верил. Пока вот мне не сказали, что вы должны прийти на Ленина вот сюда и, так сказать, со всеми документами получить автомобиль. Дочь будет, наверное, водить. Дочь. Внучка и дочка уже не взрослые. И все имеют права. И внучки права. Так что? Я могу ездить. У нас коллективная будет машина. Кроме автомобиля, другие подарки. Первые 10 смартфонов тут же получили и другие победители патриотической викторины «Русская весна». Мы ничего не ожидали, честно говоря. Я думала, ну, викторина-викторина, таких было много в нашей жизни. И, честно говоря, очень неожиданно было, когда расстался вечером телефонный звонок. Мы позвонили, и вот мы были в прямом эфире, ответили на вопрос и получили смартфон. Ну, будет ребенку смартфон. Ну, да. И мне телефон снился все время. Викторина «Русская весна» приурочена к 10-летней годовщине воссоединения Севастополя с Россией. Ее задача – популяризация знаний, связанных с историей нашего города. Главной целью викторины является создание общероссийского, общенационального единства путем формирования исторической целостности, патриотического воспитания жителей Севастополя, а также гостей нашего города. Стать участником викторины может любой совершеннолетний житель Севастополя с временной либо постоянной регистрацией. Волонтеры с бланками ждут вблизи избирательных участков. Правильно ответившие на вопросы регистрируются на сайте. После этого они смогут стать участниками второго тура викторины, который проходит на телеканале СТВ. В прямом эфире номера участников определяются случайным образом. Счастливчики, ответившие правильно на дополнительный вопрос ведущих, становятся победителями и получают свои подарки. Сегодня будет также разыгран в прямом эфире СТВ в 19 часов также автомобили 10 смартфонов. А 18 марта мы разыграем 10 смартфонов и главный приз – это две квартиры. Благодарительный фонд «Жизнь» проводит эту викторину «Русская весна». Люди отвечают на вопросы о знании истории Севастополя и делают это также в прямом эфире. Мы очень рады, что эта прекрасная викторина проходит на площадке СТВ. Очень хорошо, что мы привлекаем внимание таким образом к истории города и просто дарим людям положительные эмоции. Викторина «Русская весна» продолжается и будет проводиться до 18 марта. Ищите волонтеров вблизи избирательных участков. Участвуйте в викторине. Ирина Варава, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.